Доброе утро, друзья! На связи Арктика. Меня зовут Артём Грачёв, и мы с вами путешествуем по Кольскому полуострову. Вчера завершился мой переход на Байдарке через озеро Экостропска и Мандра. Заняло у меня эту одну неделю, и я столкнулся с некоторыми трудностями, связанные с погодными условиями. Всё это будет в предыдущей серии, а сегодня нас ждёт пеший волок до озера Сайгозера. Впереди будут болота, топи и мари. Будет море приключений! Так, ну вот они, эти самые топи, мари и болота непроходимые, которые нужно сейчас будет ломиться со всем моим скарпом. Ну что ж, предвкушаю море впечатлений. Буду, наверняка, в этих местах буду первопроходцем. Греет мысль, что здесь я пойду первый за всю историю человечества, может быть. Ну посмотрим. Места действительно дремучие. Так, ну что ж, первой ходкой у нас едут продукты и лодка. Мне бы, конечно, более выбирать открытые места, пусть и болотистые, для того, чтобы вот так вот было удобно тащить за собой лодку. Если это будет лес, то, конечно, тащить ее там не получится из-за естественных преград, да и из-за опаски порвать шкуру. А здесь милое дело, но здесь как раз на открытых местах самая, собственно, болотина. Нелегко это, нелегкая это работа, по болоту тащить бегемота. Под ногами-то все чавкает. Конкретная болотина. Вот таким макаром мне нужно будет пройти 3 километра. Примерно. Нет. Блин, местами прям очень глубоко. Сейчас надо. Все-таки, все-таки надо держаться ближе леса, потому что там меньше засасывает. А вечером вообще-то конкретно. А вот и пришло время большого рюкзачка поехать покататься на моей спине. Несмотря на то, что с утра было пасмурно, да и сейчас ходят тучи. Когда несешь тяжелый груз, совсем не холодно, скорее даже жарко. А лосиный помет попался. Так что, ну, естественно, жирно здесь есть. Места-то дикие. Возможно, даже этими тропами со мной и ходят всякое зверье. Вот сейчас отыду и заметил, что какое-то умиротворение на этом болоте. Спокойствие, еще такая тишина. Поют птички. О, какая красота! Ну вот, таким вот челночным методом, собственно, и будет осуществляться вся переноска. Надалеко от вещей я не буду отходить. Буду делать ходку в зоне видимости и дальше возвращаться в следующей партии. И так вот передвигаться, чтобы потом не плутать и не искать свои вещи. Музыка. 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 Подводная лодка в степях Украины. Наш девиз – бороться и искать, найти и перепрятать. Болото – еще то приключение, хочу вам сказать. Но зато получается очень разнообразный поход. То прорубание через льды, то таскание по снежному берегу, то Волок через болото. В общем, все 33 удовольствия и приключения в одном флаконе. Ставь лайк, не забудь подписаться на канал и поделиться видео с друзьями, если тебе по кайфу такие приключения. Мне лично по кайфу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, где попадаются более-менее сухие участки болота, абсолютно дурманящий пахнет, багульник. Фух, так мне нравится этот запах. В перемешку с ярким вот этим солнечным зноем. Фух. Фух. Класс! Пользуясь небольшим открытым участком болота, я решил чуть-чуть проплыть, пускай метров 50, но все же это не тащится, потопим. Фух, кстати, шел с рюкзачком, рыба прямо из-под ног плеснулась, так что, скорее всего, она здесь есть, и даже, наверное, можно поймать, но сейчас, честно говоря, связываться с этим не хочется, потому что, ну, поймаю ее, а дальше что, здесь готовить не буду, а тащить ее с собой пешком тоже такое себе. О, даже ветерок меня гонит в нужную сторону, и не надо грести. А вот впереди у нас остров. Эх, большому кораблю большое плавание по маленькому болоту. Форфирую 10-метровую водную преграду. Ну ладно, пусть здесь, 20-метровую. Эх, класс, какое же здесь все-таки спокойствие, вот уже второй раз говорю, но это факт. Это особенный микроклимат. Очень, очень уютно, несмотря на то, что это болото. Но уютно, потому что светит солнце и жарко. Было бы сейчас холодно, шел бы дождь, был бы мрак. Кстати, вчера, когда я сидел у костра, опять подул ветер, у меня перед глазами были хибины и город Апатиты под ними. И вот была у меня мысль, и я ее думал. А мысль была следующая. Что вот никак бы я не хотел жить в каком-нибудь северном городе. Нашим уж подавно, но и даже европейском. Какой-нибудь, не знаю, в Финляндии, ну, в скандинавских странах. Потому что там холодно и грустно. И это вот два сочетания холодно и грустно, это вообще край для меня. Потому что, когда, например, жарко и грустно, это норм. Или наоборот, холодно, но весело тоже терпимо. Но вот когда грустно и холодно, это неопреодолимая хрень. И там, конечно, угрюмого поймаешь очень быстро. И с этим угрюмом будешь и существовать на протяжении всей жизни. Так что нет. Если рассматривать скандинавские страны для переезда, то точно нет. Ну, а... Наш крайний север, он хорош вот так вот приехал на лето и уехал. Вот такие вот мысли меня посетили вчера. И на этом самом прекрасном болоте я поделился им с вами. Ими с вами. Ну что ж, все, вода кончилась. Дальше опять волос. А вот, посмотрите, на качкарнике на болоте. На солнышке уже выспела брусничка. Сладкая. Класс. Каждый шаг на болоте, конечно, в два раза тяжелее обычного. Поскольку приходится выдергивать с усилием сапог из этой засасывающей трясины. А все, жарко очень. Попить я себе ничего не взял в дорогу. Совершенно напрасно. Кстати. Ну, думал, будет прохладно и пасмурно. Утро начиналось. А вон оно. Как все разогрелось и стало очень даже жарко. И вот снова моя лодочка. Утро. 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 Так. Пять минут отдыха и идем дальше. Не знаю, видно или нет, лось стоит за мной, наблюдает. Вот по центру кадра коричневое пятнышко. Вон он бежит. Вон он. Вон он. Вон он. Так, ну что ж, друзья. Вот и волок можно считать законченным. Вон он. Я сейчас нахожусь на озере верхнее Сайгозера и осталось буквально один ручеек в озеро Сайгозера основное. Это уже не составит проблем. В общем, надо сказать, что все оказалось значительно сложнее, чем я думал, хотя про стояние и не очень много, но последний отрезок там через кусты и топи отнял у меня вообще все силы. Очень хочу пить, но кругом болото и даже негде приготовить. Сейчас попробую найти хоть какую-то возвышенность, полочку, где можно будет быстренько развести костер и скипятить воды. Ну что ж, доброго утречка. Прямо с водной глади озеро верхнее Сайгозера. Долгие сборы, непройденные километры, поэтому быстренько запрыгнул в байдарку сегодня, пользуясь хорошей погодой и отправляюсь в путь. Сегодня попробовал более-менее рано встать в 9 часов. До этого не получалось, потому что плохо спало за холодом. Вот. Но надо настраиваться на ходовой режим, вставать пораньше, проходить побольше. Ну что можно сказать? Верхнее Сайгозеро само по себе озеро небольшое, и все берега болотистые. Поэтому какой-то ценности с точки зрения природной красоты озеро не представляет абсолютно. Да, я думаю, что и рыбы здесь не особо много, поскольку она все-таки маленькая и мелкая. Ну и опять-таки другом болото. Так, значит, сейчас надо найти протоку, соединяющую верхнее Сайгозеро с большим Сайгозером. И вот уже из большого Сайгозера будет вытекать река Большая, по которой нужно будет справиться до озера Коловица, а уже из Коловицы выйти в Белое море. Вот такой вот нехитрый план. На все про все, не знаю, километров нацать. От 20 до 50, там как по реке, как по озеру условно за расстояние. Примерно не это так. Ну а скорость прохождения, естественно, будет зависеть от реки в большей степени. С озерами-то все понятно. А вот река значится как вторая категория сложности. Ну, будем посмотреть. Если это, собственно, там вторая и не больше, то, скорее всего, это можно будет прямо идти ходом, привязав, упаковав вещи как следует. Ну а если это все-таки нечто большее, тогда уже смотреть опять-таки по возможным обносам. Такие дела. Рыбу не буду даже пытаться ловить. Смысла нету тратить на это время. Рыбы в Белом море будет вал. В Кумском хранилище будет вал. И в тех озерах, вот в Карелии, там ее будет... Эх, девать некуда здесь. Смысла нет на это. Останавливаться и время тратить. Так, ну что ж, вот и свершилось. Вышел я в большое Сайгозеро, но с приключениями. Первый нюансик возник, когда перетаскивал небольшую протоку и там где-то у меня решил на берег сойти спиннинг. Потом я его долго искал, возвращался. Ну а потом у меня спустил один баллон на байдарке. Может быть от того, что лодка, пока я ходил, нагрелась на солнце и начала травить где-то через дырочку. Может быть мини-прокольчик. В общем, купаю лодку и буду клеиться. Ну, заодно и чай попью. И может даже искупаюсь. Вот так. Я стою в двух метрах Серьезно, тройку Вот это да Охренеть А между тем Незаметно подкрался вечер Сегодня был просто Чудесный день Я поставил Глеится баллон от байдарки И не стал ничего снимать Разделся догола Было, наверное, плюс 30 И просто чилил Искупался пару раз И сидел вот здесь вот На камешке, прямо на самой воды И наслаждался пейзажем Грелся на солнце Что-то так я задолбался Этими каждодневными Тасканиями, что Решил сделать себе вот такой вот отдых Раз уж с баллоном Так получилось Ну, пока я, значит Наслаждался, ко мне Вы видели На съемках приплывала Какая-то огромная зверюга Ну, размером со среднюю собаку Вот такая вот Это не бобер или бобр Как правильно сказать Потому что у бобра хвост Такой плавником А у этого Как у мыши Ну и Башка такая больше На крысу похожа А не Такая плоская Как у бобра То есть Диагностировать Сия зверя мне Не удалось Может быть Вам удастся Вот Он меня Не опознал Как человека То ли потому что Я был голый То ли потому что Стоял неподвижно То ли это все вместе Взятое В общем Подпустил он Совсем близко И только когда я ему сказал Эй, чувак Он уже нырнул Вот Лагерь здесь, конечно Не обустроенный Но, в принципе На одну ночь Переспать Пойдет Все Сейчас буду готовить Ужинать И спать Вот, собственно Что произошло С баллоном Он Вот по шву Здесь вот Разошелся Соответственно И начал травить Ну тут вот Я уже Подклеивал Один раз Но что-то Как-то Не очень Хорошо держится Посмотрим Если Будет дальше Спускать Надо дома Полностью Как-то Вот этот шов Переделать Будет Так Ну Пользуясь Случаем Просушил все вещи Зарядил Все аккумуляторы Брага Солнца Светила Дай боже Ну и Собственно Вот Вид на миллион У меня Здесь Тоже Небольшие Снежные Сопочки На другой стороне Озера Могу ошибаться Но это Вроде Лавозерские Тундры Посмотрю По навигатору Завтра Скажу Поточнее А вот По этой Протоке Я и Пришел Большое Сайгозеро Из Среднего А соответственно В среднее Из Верхнего То есть Здесь вот На самом деле Связка Из трех Озер Получается Но если бы Этой Протоки Не было Ломиться Бы пришлось Вот по Этим Вот Дебрям Ну собственно Вот как раз По таким Вот Дебрям Я и Ломился Из Верхнего В среднее Даже Не особо Снимал Потому что Ну запарено Это А Красоты Никакой Нет Вот Первый Волок Который Был Из Экостровской Мандры По болоту Вот там Да Там было Конечно Классно Поэтому Я там Оторвался По съемке На полной Такие были Кейзажи А по такому Кустарнику Ломиться Кайфа Никакого Ну ладно Что-то я заболтался Тут с вами Надо готовить Ужин Жалко Что попробовал Покидал спиннинг Ничего Не попалось А то бы Конечно Ушицу Либо жареной рыбке Уже очень Очень хочется На одной каше Без мяса В общем Тоскливо Гречневая кашка Жаль Что без рыбки Какой же все-таки Шикарный Ужин С видом на Потрясающие красоты Кольского полуострова National Geographic Отдыхает Еще бы Конечно Мяска Тушнины Хотя бы В гречку Или рыбки Я уже Вот за Девять дней Получается Килограмм Пять-семь Сбросил Точно Штаны Уже Сваливаются Ремень Подтягивал Раз пять Хочется рыбы Скорее бы Пошла рыба Буду ее Без гарнира Только с солькой И с приправкой И в жареном виде И в вареном Как только У меня тут Живность кругом Чайки Утки Вот эти вот Неопознанные звери На среднем озере Кстати Гуси были Парочка Или лебеди Ну Белая В общем Край Дикий Звери Непуганные Ну А Что Добраться тяжело Населенных пунктов Рядом нет Кругом Тайга До болота Эх Сохранились еще Слава богу Такие места Из-за их Трудной доступности Но Скоро Может быть И этого не станет Там где человек Смог уже добраться Он уже все Испохабил Ну ладно Не боймо грустным Буду Наслаждаться Ужином И любоваться Красотами Я тут Накушался И вдруг Вспомнил Что давненько У нас с вами не было Историй у костра Ну и костра Сейчас нет Но поскольку Я записываю все-таки Эти истории В разное время То Назовем их просто Туристическими Историями Тревел стори Так сказать Ну так вот Было это еще В моем далеком детстве Первый или второй поход Когда меня с собой взял Дядька Была это река Либо Лух Либо Пра По моему Лух Вот И значит Идем мы Еще тогда на Таймени По моему Трехместном Это такая каркасная Байдарка Старая Советских времен У нее скелет Который собирается Из дюральки И Обтягивается шкура Шкура эта Благополучно сгнивает Там за 2-3 сезона В общем Мрак они Не судно Но зато мореходная То есть Курсовая устойчивость И отменная Ну поскольку она Практически По борт Ну всем бортом Сидит в воде За счет этого И рулится Ну так вот А ну и Поскольку у нее нету Никаких элементов Плавучести Тонет она тоже На 1-2 раза На 1-2 Так вот Идем мы идем И смотрим Перед нами 2 девчонки Или 3 девчонки Ну не суть важно Тоже на таймене Напарываются на корягу Пробивают Борт или днище И прям при нас Тонут Со всем своим скарбом Ну там Влага не глубоко Естественно Они выбираются На берег Мы им помогаем Вытащить эту байдарку Вот И они начинают Значит Сушить свои там Лифчики Трусики Что? Кофточки На все-все Ближлежащих березах Потому что Гермомешков у них Естественно Тогда не было Никакой гермоупаковки Ну и разговорились И выяснилось Что идут они там По-моему 2-3 девчонки Или 2-3 парня И бравые парни Усвистали вперед Девчонок бросили А девчонки Благополучно Затонули Вот И парни По-моему Только через часа 2 Посмекнули Что что-то не то Девчонок давно нет И вернулись Ну к этому моменту Мы уже Заклеили лодку Поскольку у них Ремкомплекта Соответственно Тоже с собой Не оказалось Заклеили им лодку Вот Просушили ее Ну и Оставили их На берегу греться Вот такая вот Забавная история Как раз подстать В принципе Моему случаю Почему я ее И вспомнил Ну Совсем все До следующих историй Горячий Сладкий Чаек Это Тепло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok